Оборот алкогольной продукции – прибыльный бизнес, особенно на курорте. Желающих торговать спиртным хоть отбавляй, закон при этом соблюдают единицы. Глава Анапы занял принципиальную позицию – левака не должно быть на полках. К нарушителям со всей строгостью требует Сергеев от своих подчиненных и полиции. Я в магазине, прямо рядом с администрацией. Называется «Магнус». Время с полдесятого утра. Пожалуйста, полный набор. И левака, и правака, и с акцизами, и без акциз. Это что такое? Расскажите. Это что, глава должен ходить по этим вопросам? Или вы по кабинетам должны? Ну-ка, давайте сюда выезжайте. В полном составе, полная оперативная группа. Проблема обостряется в курортный сезон. В этом году только с июня по сентябрь проведено свыше двух тысяч рейдовых мероприятий. Сотрудники полиции и 38 мобильных групп, созданных по поручению Сергея Сергеева, ежедневно приходили с проверкой в магазины, где из-под полы торговали спиртным. Общая сумма штрафов, которую придется выплатить тем, кто не гнушается, зарабатывать на чужом здоровье – более трех миллионов рублей. Но даже не штрафы пугают нечистых на руку предпринимателей, а изъятие суррогата и пресечении деятельности цехов по его производству. Изъято алкогольной продукции за 9 месяцев у нас получилось 145 тысяч литров. В прошлом году эта сумма составила 138 тысяч литров. Теневой бизнес – это удар по экономике. Не платят налоги, значит придется платить штрафы. Для их принудительного взыскания в службу судебных приставов направлено 800 постановлений. Нерешенные пока проблемы остаются приезжие коммерсанты. Процентов 30 приезжают из других регионов и осуществляют здесь несанкционированную торговлю. По ним тоже принято решение, но поскольку они находятся в другом регионе, материалы выставлены по месту жительства, будут уже решения приниматься судебными приставами по месту жительства. В борьбе со злостными нарушителями важно взаимодействие всех служб и ведомств. На территории сельских округов заслон преступному бизнесу должны ставить главы. Главы сельских поселений заоимодействуют со своими участковыми полуночными полицией. Насколько я знаю, очень эффективно это можно сказать о Витязеве, Суко, Триш. Работа служб продолжается и в межсезонье.